архивный текст апрель скоро день рождения королевы елизаветы второй ей и посвящается представить как было дело трудно но давайте попробуем наверное английский почтальон с толстой сумкой на ремне подъехал на велосипеде к воротам букингемского дворца и постучался а когда королева сойдя с трона вышла во двор успокоила лающую цепную собаку английского сеттера надо полагать и открыла почтальону калитку он задорно воскликнул танцуйте ваше величество вам письмо от кого же заинтересованно спасила королева сделав несколько по народного танца джига кировская область с трудом прочел почтальон обратный адрес город малмыж мистер арасланов когда-то была в ходу такая шутка житель пензы сидоров добился аудиенции у короля узнав об этом король отрекся от престола все весело смеялись и как выясняется недооценивали коронованных особ оказывается в отличие от многих наших вельмож они не пренебрегают простыми людьми и по мере возможности оказывают им знаки внимания и сегодня на почте вятского городка малмыжа уже не удивятся если здешнему адвокату равилу арасланову придет очередное письмо от английской королевы елизаветы второй в прошлом году еще удивлялись а нынче поняли что не происходит ничего особенного просто арасланов потихоньку возводит мост между правым берегом вятки и левым берегом темзы а началось с того что равил наилович увидел по телевизору сюжет елизавета вторая собрала во дворце людей родившихся как и она 21 апреля это произвело впечатление арасланов тоже родился 21 апреля но откуда же королеве было об этом знать и он уселся за письмо не станем преувеличивать отвечает на письма жителя малмыжа не сама королева по ее поручению делает это леди секретарь но если первое письмо из лондона было вполне стандартное спасибо мол за внимание то второе которому прилагались два портрета королевы уже содержит личные мотивы дорогой мистер а расланов королева поручила мне написать и поблагодарить вас за открытку письмо и добрые пожелания которые вы послали от себя вашей семьи от друзей в малмыже и слободском по случаю 81 годовщины со дня рождения ее величества королева очень благодарна за вашу думаю о ней и надеется что у вас 21 апреля также счастливый день с возможностями у араслановых не важно артур студент учится в казани максиму 13 лет он в седьмом классе под определение преуспевающий адвокат глава семьи вряд ли подходит какие дела он ведет в провинции столичные адвокаты будут смеяться спившаяся женщина когда-то писавшие стихи и даже печатавшие в сборниках украла у соседки паспорт чтобы ей же потом и вернуть за вознаграждение и в отсутствие хозяйки дома съела полбанки сметаны суд был суров но лишение свободы подзащитной арасланова удалось избежать деревенский житель по просьбе надолго уехавшей соседки присматривал за ее домом но при этом топил свою печь ее дровами спалил 10 кубометров и попал под суд дело прекратили ввиду примирения сторон конечно случаются и более масштабные дела но чаще всего приходится защищать малоимущих граждан которым адвоката предоставляет государство денег на поездку в англию на этом не заработаешь и остается только мечтать о том что старший сын побывает в оксфордском или кембриджском университете а младший он учится играть на трубе детской школе искусств послушает игру королевского оркестра короче поездка араслановых в лондон маловероятно пожалуй даже вероятнее что елизавета 2 приедет в малмыш никто не объяснит почему малмыш считается городом тут нет 10 тысяч жителей здесь всего три трехэтажных дома 3 трехэтажных дом здание администрации жилой дом и строящаяся больница причем больницу возводят второй раз однажды говорят дошли до третьего этажа и постройка развалилась видно не хватает навыков в строительстве небоскребов в малмы же нет канализации из некоторых домов стоки идут в ямы из некоторых в речку шошму и далее в вятку в квартире араслановых установлена ванна но никогда не было горячей воды принимать в таких условиях королеву если приедет то придется но надо ее честно предупредить о некоторых бытовых неурядицах развлечь высоких гостей тут особенно нечем в малмы же родился александр калягин перед войной здесь жил с матерью малолетний леонид броневой вот и все утешение местным любителям сценического искусства поскольку театра в городе нет нет как такового и стадиона вместо него возле красивого богоявленского собора лужайка с футбольными воротами профессиональные команды тоже нет но тут хотя бы можно оправдаться перед ее величеством что деньги российских миллиардеров уходят на английский футбол что тут уж достанется малмы же есть в городе достопримечательность памятник ленину но это для тех кто в курсе тут надо знать что вытянутая рука потрескавшийся гипсовой статуя несколько лет назад отвалилась и вождю приделали руку выструганную из липы в общем учение верная рука липовая нет с приглашением королевы в маломыш следует повременить лучше пригласить сюда кого-то из наших высоких особ ведь за последние 150 лет ни один российский правитель не посещал вятский край нынешнюю кировскую область откуда же в столице могут знать как тут живут люди которых не коснулись никакие преобразования не социалистические не капиталистические вятичи правда иногда пишут не только в лондон но и в москву пишут они устроенной провинциальной жизни но в москве леди секретари ну как и джентльмены руководители чуткостью не отличаются аравил арасланов тем временем написал хиллари клинтон он показывает несколько черновиков где попытался сформулировать мысли о том что в период прохладных отношений между россией и сша россия и великобритании необходимо добиваться потепления с помощью народной дипломатии что ж и тут межсемейный контакт возможен особенно если учесть что билл клинтон играет на саксофоне а максим арасланов на трубе ах малмыш мой малмыш городок районный ты над вяткой рекой лесом обрамленный здесь рабочий народ и трудом он славится приезжайте к нам в малмыш вам у нас понравится были ярмарки гуляния на зеленых на лугах и разлуки и свидания на скамеечках в садах были слезы и улыбки была радость была грусть дорогой любимый город я к тебе всегда вернусь ах малмыш мой малмыш в улочках зеленых а над шош мою рекой мостик для влюбленных с давних пор на мосту парочки встречаются в богоявленском соборе батюшки венчаются будут праздники и свадьбы будет город молодеть снова музыка польется снова будут песни петь и закаты и рассветы молодежь будет встречать а на улочках в колясках будет где-то чем катать а